Дальше, с чего мы начали? Мы начали с Сибиряшки, вот с этой вот, вот с этой вот. Ирина Александровна Савинич, это был вчерашний снимок, она у меня прожила почти неделю, это была новогодняя ее каникулы, как это называют, отпуск, вот, ну, смотрите, вот, ее бы еще, вы знаете как, разносторонность такая, это, кстати, ее братец Иванушка, а она получается как в сказке, сестерись Аленушка, вот, Ирина Александровна Савинич, она бы могла бы, много знает, много умеет, и научила бы еще, как сохранить здоровье, вот, а это тоже немаловажно, особенно женщины. Вот этот момент, да, ну, видели, и я вот подумал, нужна экспансия с Сибиряков, с Сибирячек в Москву, но не тех, которые туда едут заниматься протитуцией или этим, шоу-бизнес, а это, кстати, очень похожие между собой бизнесы, шоу-бизнесы, проституция, кстати, одно без другого как-то не получается, а вот так вот приехает в качестве специалиста, вот, а вот она инисея, и почему мы дальше будем еще говорить и говорить, дело в том, что, обратите внимание на это, сейчас по всей России, и назовем ее Срединной Россией, от Запада минус 30-35, до Востока, до Урала минус 40, а где-то и за 40, идет испытание деревьев. Сейчас, я говорю по этим цифрам, каждый час включаю телевизор, смотрю новости, и везде ужас, самый настоящий ужас. А вы знаете, что испытывают искалеченные деревья, а? Искалеченные деревья, миллионы их. Я когда в Москве был, почему туда нужно отправлять Ирину Сану, учить их, поэтому же может быть телеканал «Усадьба». Раз я это говорю, раз я его стяжу, этот канал, я знаю, что и тут тоже дороги нет. Почему? Не потому, что она бы не справилась, она бы справилась. Тут есть другое. Невозможно, так же, как я вылез, ну, тогда это было печати, то есть бумажное. Статьи были в моих газетах и журналах, вот. И как это болезненно было воспринято, что садить надо не так, а вот так, вот. И много-много-много. Болезненно страшно, и меня прекращали печатать. А я представлю себе, что она завтра скажет, вот здесь вот будет, вот здесь вот будет она. Сидит, такой же, прям может быть здесь же, в этом же самом усадьбе, вот. И говорит, вы знаете, посажено неправильно, рана это потому, что здесь углубление в почве, поэтому она и появилась, эта рана, вот. И тогда, да, всё правильно, это всё воспринимают правильно, но когда она дойдёт до того, что не должно быть где-то ваш штамп, вообще не должно быть. Дерево само решит, где ему ветки. Как? Извините, куда это заехало? Как это дерево без штампа? А зачем дереву нужен метровый, полутораметровый штамп, чтобы лишний метр туда поднималась влага? И для того, чтобы это самое, она не могла дойти до верхушек? Зачем этот метр? И всё время борются, как они, за низкорослые деревья идёт вроде борьба, за их форму низкорослую. Ну, как-то сказать, что эти штампы не могут, вот. И таких примеров у меня же несколько сотен, и теперь уже и у Иоанна Александровна. Она без пяти минут кандидат наук. Шансов, конечно, около нуля, но когда-то этот канал, он должен перестать, он должен приносить пользу, а не быть такой нейтральной. Показали, как кто-то из иностранных там эти пельмени делал, как их правильно делать. Ну и плюс, ой, у неё столько талантов. Она же не только может рассказать, как дерево правильно посадить. Вот. Пропадают таланты, в буквальном смысле. И, наконец, перед нами почти кандидат наук. Ведь это же плюс какой. Вот. Сергей Агроном, никому не нужен, на крайне работает. Один из лучших санкорбов России. А наш список-то вот такой. Мы, а мы-то, я представляю, 10-20 вот таких, как Елена Александровна, как Сергей Железов, которые могут сегодня на областных каналах уже рассказывать, как надо на областных. И же, во, полно. Я сам, я же выступал на каких каналах? Кемерово, Красноярск, Шушенское, Абакан, Челябинск. Когда я там выступал, 4 канала брал, это самое, меня брал интервью, 4 Челябинске канала. Это что, шутки? Вот. И вся вот эта королевская разь, любители, которые уже вырастили то, чего науке, ну, если так дальше, таким путями, никогда не доводят. И такого не вырастет. Надо учиться теперь у нас. И вот что получается. А вот таких уже, как Елена Александровна или Сергей Железов, еще несколько человек уже надо выпускать на российский канал. Вот это я хотел сказать только потому, что я страшно разозлился. Ну, что ж ты делаешь-то, а? Ничего не поэта самая. Хорошая женщина, знаю. Вот. А нам-то нужно нехорошая, нам нужно теперь это. Умная, грамотная. Субтитры создавал DimaTorzok